Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее апостольское чтение начиналось очень важными словами, призывом апостола поступать достойно Бога, во всяком деле угождая Ему, принеся плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Удивительные слова, познание Бога, хотя мы, конечно, говорим, Бог не видим, не познаваем. И, тем не менее, именно в Сыне Своем Господь нам приближается очень близко. Почему для нас так важно читать Евангелие, вникать в Него? Потому что Иисус говорит там совершенно определенно, «Я и Отец одно, видевший Меня, видел Отца». Если мы, многие люди, к сожалению, еще не читали, не открывали в своей жизни никогда Евангелие, даже когда они говорят, «Я верю в Бога очень глубоко», то эта вера такая инстинктивная, первоначальная, и часто, может быть, замутнена какими-то предрассудками или неправильными восприятиями Бога. Потому что именно из Евангелия мы узнаем, каков наш Бог. И вот сегодняшний эпизод с исцелением сагбенной женщины нам открывает еще одну грань Господа. Мы знаем, что в иудаизме соблюдение субботы есть одно из самых главных признаков вот этого поиска пути за Господом. И вот то, что Господь исцелял в субботу, нередко мы об этом читаем, конечно, это не было какой-то просто случайностью. Это было какое-то внесение какого-то особого смысла. Тем более, что ему многие противились, тем более, что полагали, что это вот нарушение. Человек этот не от Бога, и он не хранит субботу. Читаем мы в повествовании об исцелении слепорожденного. В чем же здесь дело? Мы понимаем, что седьмой день был освящен именно в соответствии с повествованием первой и второй книги Бытия о том, что Бог почил от всех дел своих день седьмой, шесть дней творил мир, в том числе человека. Седьмой день почил от всех дел своих и осветил субботний день. И поэтому человек призван тоже в этот день не подобно Богу, не творить уже никаких дел, а находиться в таком почтении, благодарности Богу, чтить этот день как день духовной связи между ним и Богом. Но в то же время в заповеди о субботе, точнее, третья, кажется, заповедь, сказано, помни день субботний, чтобы хранить его, не делай никакой работы, ни ты, ни слуга твой, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой и так далее. Но всем понятно, что когда речь заходит о послах и валах, что речь, конечно, не только о молитве, а о чем-то еще. О чем же? О восстановлении, прежде всего, жизненных сил. А для человека восстановление жизненных сил именно через то, что он будет этот день посвящать Богу, посвящать молитве. Но это не значит, что это должно быть день священного безделья, потому что седьмой день, он как бы передан во власть человека. Бог перестает творить мир, хотя на самом деле такое впечатление, так сказать, вот что Бог остановился в своем творении, оно, конечно, связано с тем, что история человека продвигается значительно быстрее, чем эти эволюционные изменения, которые были в мире, о которых рассказывает первая глава Книги Бытия, позволяет натвориться всякие животные в порядке усложнений. Это отдельная тема, мы не будем на ней останавливаться, но факт то, что день седьмой, он как бы вручается человеку, что человек, Бог уже останавливается в своей творческой, так сказать, энергии и оставляет все человеку. И, как говорит Максим Исповедник, как бы и задача человека – приводить это творение к Богу, соединять его с Богом, потому что человек единственный из всех творений, несет в себе не только природное начало, но и несет в себе образ Божий, благодать Божию, дух Божий. А вот это соединение, которое поручено человеку, оно нарушается грехопадением, нарушается тем, что человек сам хочет стать как Боги, и властвует над всем, и поддается этому обману дьяволам. И восстановление происходит именно в Иисусе Христе. Он восстанавливает истинное отношение к субботе, истинное вот это приведение, приведение творений, природы к Богу, через исправление, исцеление тех недугов, которые по разным причинам поражают человека. И поэтому совершенно определенно Господь утверждает, ведь в законе сказано, это действительно так, Иисус это совсем не выдуманно знал каждый, так сказать, нормальный иудей, что в субботу можно идти напоить осла, вола и так далее. Тоже для чего? Для поддержания жизненных сил. Что в субботу, если веселый его упадет в яму, конечно, тоже нужно вытащить из ямы, иначе он погибнет. Вот, и это не задача человека восстанавливать эти жизненные силы. И тем более, говорит Господь, если вот эту женщину, которую сатана связал 18 лет, не надлежала развязать, освободить в день субботний. То есть вот это вот видение субботы, как делание добра, того добра, который человеку поручено. И, конечно, там пахать поле и прочее можно делать и в другие дни. А вот эти события, эти акты исцеления, конечно, особенно в субботу, как показывающие, в чем призвание вот этого всего периода человеческой активности, седьмого дня, который и есть история человека. Поэтому для нас так важно усвоить вот то задание, которое дано каждому знать, устанавливать мир. Поэтому всякого рода каких-то движений, вот охрана природы и прочее, прочее, поддерживаем сейчас и нашей Церковью, конечно, они заслужат всякого внимания и поддержки. Давайте об этом с вами помнить, о том великом поручении, которое нам дано Господом, поддержать жизнь. Но тогда мы можем поддержать, когда мы сами будем получать ее. Нет природных только сил, которые поддерживают только наше телесное состояние, но и главным источником силы духовной, которую нам дает Господь. Пусть Господь вот всегда нам благоволит, а наше сердце всегда открыто к Его помощи, к Его благодати, для того, чтобы нам нести в этот мир, в котором мы поставлены. Аминь.